здравствуйте уважаемые слушатели и гости канала эзотерика для тебя друзья в этом видео мы уделим внимание солнечному затмению который нас ожидает всех 21 июня также мы поговорим что нельзя в этот день делать какие ритуалы вы можете провести обязательно досмотрите это видео до конца почему потому что вы были готовы и понимали вообще что происходит в вашей жизни почему происходят те или иные ситуации почему не решаются у вас какие-то проблемы задачи которые вы по вы поставили перед собой и вы ответ найдете в этом видео хотим напомнить вам о том что мы все проходим судьбоносный коридор затмений которые образуют опасную триаду это лунное затмение в день полнолуния 5 июня и наверное многие на себе возможно возможно нет ощутили это полнолуние это лунное затмение далее нас ожидает всех солнечное затмение которое будет уже скоро совсем 21 июня 2020 года и завершающий аккорд это у нас лунное затмение 5 июля и она не просто лунное затмение а еще в год еще белой крысы вы знаете в первые за сто лет мы с вами сможем наблюдать три энергетически мощных затмения в течение 30 дней это лунная солнечная а затем снова лунная и небесный феномен интерпретируется как предвестник каких-то невероятных перемен в жизни людей и напоминаю вам что солнечное затмение в год белой крысы приходится на день когда новолуние в этом месяце совпадает с летним солнцестоянием поэтому вот такие вот катаклизмы мы с вами наблюдали уже наблюдали 2001 году и в 2009 году которые были переломными и принесли нам в общество массу проблем как техногена природного и экономического характера также интересно что во всех трех случаях солнечное затмение выпадает на новолуние в знаке зодиака переходящая в близнецы враг но также хотим обратить внимание что в нашем сейчас высокосном году новорожденная луна сразу же вот перейдет водный знак рака то есть в на луне нас нас будут влиять два знака по большому счету это знак зодиака близнецы это стихия воздух и будет водный знак знак зодиака рак и такая аномалия может означать начало как новой эры развития как мощный толчок после какого-то затяжного кризиса как то что вам нужно быть в своем доме возвращаться к своим каким-то традиционным семейным ценностям и в этом будет знать значимую роль играть любовь и верность итак друзья третье воскресенье июня 21 числа для нас всех людей станет точка отсчета и новые реальности почему потому что новолуние в этот день обнулит все прошлые страдания и неудачи смотрите хотим вам немножко сделать небольшую ремарочку и отойти от этим от солнечного затмения и поговорить о следующем что мы все люди и у нас на данном этапе в жизни у кого-то были и были или есть возможно какие-то проблемы какие-то неудачи неурядицы и возможно вы пытаетесь решить решить вас возможно есть даже деньги для того чтобы решить эти проблемы и так далее но вы видите что у вас что-то тормозится что-то у вас не получается пожалуйста оставьте вы знаете в покое и она в какой-то степени вам покажет со временем до 5 июля как разрешится та или иная ситуация какая что может быть то есть возможно например вы жили с человеком иное число лет и вы думали что вот он такой человек и в конечном итоге вам сейчас через третьих лиц вы можете узнавать то что вы даже не себе не могли найти в своей голове своих фантазиях даже предусмотреть что такое реально или возможно поэтому пожалуйста не переживайте не нервничайте вы должны прийти к тому что вы должны вот все ваши прошлые страдания и неудачи сами обнулить да именно сами проанализировать и отпустить почему потому что после 21 июня ближе к пятому июле у вас у нас у всех начнется новая жизнь мы говорим почему на новая жизнь потому что будет обнуление всего и всех конечно не как вы видите в фильмах что раз знаете как кто-то по волшебной палочкой что-то сделал и произошло нет но в любом случае вы должны понимать что у вас начнется новая жизнь а вот какой она уже будет для каждого из нас во многом будут зависеть от того какой путь вы прошли до сих пор как вы на это все смотрите как вы обращаете внимание на те или иные знаки как вы реагируете что самое важно пожалуйста вот сейчас у нас середина июня и вот немного времени осталось до 21 июня до 5 июля пожалуйста старайтесь на тебе вести тихий образ жизни не переживать не нервничать да это очень тяжело мы все люди но пожалуйста и так друзья солнечное затмение у нас приходится на утро и начнется утре начнется солнечное затмение начнется она в 6 45 по москве и финальная часть уже будет ближе к полудню ансама уже новолуние у нас ожидает в 9 в 43 и солнечное затмение вот этот природный феномен от начала до конца смогут жители юго-востока европы африки северной части австралии а также индонезии что касательно территории россии то на территории россии частные фазы кольцевого солнечного затмения 21 июня будут хорошо видны в южном и северо-кавказском федеральных округах в приморском крае а также на юге западной сибири апогей или фаза солнечного затмения составит всего лишь 38 секунд но бегущая тень от луны будет видна на восходящем солнце еще до 12 часов дня по москве вы знаете самое судьбоносное солнечное затмение нашего высокосного года года белой крысы получила название кольцевое почему так как луна полностью закроет лишь центральную часть солнца и образовав своеобразное светящиеся кольцом она будет отличаться от полного солнечного затмения только тем что так называемая корона более будет широкая а полная фаза затмения будет более быстротечная и многие жители россии увидеть в этот судьбоносный день на день летнего солнцестояния над головой поднимающиеся солнце в виде найти вот такого вот надкушенного яблока давайте теперь немножко уделим внимание что же нельзя делать в этот день напоминаем вам что 21 июня у нас не только солнечное затмение но у нас в этот день еще новолуние и у нас еще у нас еще летнее равноденствие то есть когда день равняется ночи то есть это тоже вопрочите на это внимание поэтому что же в этот день не рекомендуется делать в этот день не рекомендует собраться за важные дела следует отложить все хирургические вмешательства и другие медицинские манипуляции до завершения летнего коридора затмения 2020 году напоминаем до 5 июля солнечное затмение не стоит заниматься вопросами бизнеса брать в долг или наоборот даже отдавать кредиты лучше перенести все финансовые на вопросы на более благоприятное время в уникальный день день летнего солнцестояния которое у нас выпадает напоминаем на новолуние и кольцевое солнечное затмение у многих людей даже откроется дар предвидения найти вот будущее станет подвластно вашей воле а высшие силы исполняют самые заветные желания также вы можете в этот день привести ритуал который позволит вам защитить вас от воздействия солнечного затмения что для этого нужно сделать достаточно в течение дня 21 июня собрать 7 разных цветов и вплести их венок со словами каждый цветок мое желание венок сплетаю себя чужой зависти защищает все что задумано сбудется все что мне нужно стороной обойдет слово моя крепкая да будет так аминь и вот такой сплетеный венок из семи разных цветов вы должны принести домой на этот венок желание нужно принести домой и хранить до дня летнего солнцестояния уже в следующем году после чего в ритуал можете повторить также обращаем ваше внимание что нестабильная энергетика сохранить свое негативное воздействие на людей еще как минимум 14 дней хотя может еще и появится четкая тенденция к стару старту новых проекта как говорится каждый может себя увидеть свет в своей жизни в конце туннеля друзья мы еще своих роликах поговорим о том более детально о других ритуалах тоже поговорим о новолунии какие ритуалы провести что лучше всего сделать для того чтобы привлечь деньги в свою жизнь привлечь изобилие и богатство просто мы хотим вас еще раз делать акцент на том что 21 июня постарайтесь до 21 июня несколько дней и после стараться старайтесь вести вот пассивный образ жизни старайтесь если у вас вызывают на ссоры на скандал старайтесь это не делать но в то же время будьте мудры по отношению к другим людям знаете и смотрите вот как со стороны что вообще происходит например вашей семье или вокруг вас потому что если мы напоминаем что есть вас какие то есть проблемы нюансы то вы можете очень многое узнать интересное а тех людей которых к сожалению при этом вы не будете себе за это ставить цель но жизнью высшие силы все равно дайте покажут тех или иных людей прямо как на ладони но не нужно прилагать усилий и не нужно к этому прямо стремиться и бежать впереди паровоза друзья мы надеемся наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал если было вам интересно это видео то пишите в комментариях принимаю благодарю но мы с вами прощаемся друзья и услышимся уже в следующем видео пока пока